Те, кто уже немного знаком с Assassin's Creed Brotherhood, возможно видели демо-версию, показанную на Е3 в Юн. Она была посвящена прошлым событиям в жизни Эдсо. Он возвращается на свою разрушенную виллу, а потом сталкивается с Чезаро Борджи. Для Gamescom мы хотели сделать новую демо-версию, включающую в себя другие элементы геймплея. Поэтому мы решили показать грандиозное устройство Рима, а также гильдию ассасинов, боевую систему, поездки на лошадях и башни Борджиа. Ну а в качестве десерта мы впервые продемонстрировали мультиплеерный режим. Наверняка многие уже наслышаны о новой гильдии ассасинов. Для ее существования необходимо постоянно нанимать, тренировать и кастомизировать наемников. Потом их можно будет использовать в процессе игры в качестве поддержки. Чтобы положить начало гильдии, следует найти в городе недовольных жителей и сплотить их для борьбы с Борджиа. Вы поможете им, а в ответ они будут готовы выполнить любое ваше указание. По вступлении в гильдию они будут всего лишь новичками, и для того, чтобы натренировать их и поднять их ранг, необходимо отправлять их на выполнение заданий по всей Европе. Таких контрактных миссий будет предостаточно, причем в самых разных городах. Вернувшиеся задания ассасины, если конечно они вернутся, зарабатывают очки наград, которые можно потратить на покупку для них различных навыков, оружия или брони. Так они станут сильнее и можно будет использовать их против стражников или в качестве помощников в сложных ситуациях. Прежде всего мы хотели, чтобы так называемая БСО, братская система оповещения. Знаю, звучит немного глупо, но мы привыкли к этому названию. Так вот, она построена на системе сигналов. Как только в гильдии появятся хотя бы два наемника, каждого из них надо будет оповещать, но не более трех за один раз. Каждый раз, как вам понадобится помощь, вы можете активировать братскую систему оповещения. Появятся наемники и самостоятельно выберут наилучшую стратегию помощи вам. Например, если вам необходимо остаться незамеченным, то ассасины поймут это и в свою очередь сделают все возможное, чтобы отвлечь внимание стражников на себя. Благодаря этому вы сможете спокойно продолжить выполнение миссий. Если же вы ввяжетесь в драку, то они присоединятся к вам и будут сражаться до тех пор, пока не погибнет последний противник. Мы знаем, что многим игрокам понравилась предыдущая боевая система, поэтому нам не хотелось полностью заменять ее чем-то принципиально новым. Вместо этого мы решили усовершенствовать некоторые ее аспекты. Например, добавить больше агрессии в атакующие движения главного героя. Главная идея здесь – бей первым и бей быстро. Если вы взяли инициативу на себя, начали сражение и убиваете врагов последовательно, сначала слабые, затем сильные, то вы положите начало особому комбо, с которым будет проще победить. Но это не всегда работает. Иногда могут попасться крепкие орешки, и для того, чтобы с ними положить начало комбо, придется подумать над своей стратегией. Весь Рим находится во власти Борджа. Город разбит на несколько кварталов, каждый из которых контролируется кем-нибудь из приближенных Борджа. Проживают они в башнях вместе с охраной. Вашей первоочередной задачей будет найти и убить этих приближенных Борджа. Среди них есть как трусы, так и крайне отважные бойцы. В зависимости от ситуации, вам придется либо гнаться за ними, либо вступить в бой. Как только вы покончите с главарем, вам по сути будет дан зеленый свет на сожжение башни, являющийся символом его власти в округе. Так вы дадите знак местным жителям, что теперь этот район свободен от приквастни Борджа. Ну а потом, вы сможете спокойно приступить к укреплению этого округа и его модернизации. Например, открыть несколько магазинов. Все это взаимосвязано. Релиз Assassin's Creed Brotherhood состоится осенью, в ноябре на Xbox 360 и PlayStation 3. Надеюсь, игрокам он понравится.